Кто вы? Ай, дурачок какой-то, там что-то, позомнил себе, там, какой-то живой, мы все живые. Покажи ему. И теперь внимательно слушайте меня. Я говорю, это ваш паспорт, вы его делали, вы там все накалякали, говорю, ваши печательные машинки там все понаделались, системные. Я говорю, ко мне это как относится? Я просто его носитель говорю. Как живого мужчину могут переписать как к персоне, что-то. Смотря как ты будешь разговаривать. Я написал, короче, под принуждением. Вот мы по форме P1 определили, что это вы там. Паспорт ты же как, он получал, он получал, значит, не ты и есть фиос. Что булку хлеба получил живой мужчина. Так ты что, булка хлеба, что ли? Если бы там в 18-м пункте ничего не написали. Скандал такой там, все прибежали. Под принуждением, и в паспорте тоже под принуждением, где подпись. А ты, живой мужчина, можешь бы находиться на бумаге? Ты осознай это, что это невозможно. Нет, все равно, физ лицо я говорю. Ну а почему не физ нога, не физ рука, а именно физ лицо я говорю. Физ рука, значит. Ну тогда и пишите, физическая рука. Вот знаешь, с тобой тяжело разговаривать. Вот у тебя такая сильная аура, что даже через телефон сейчас у меня аж потрясывают. Вот не знаю, как, таким не страхом, а мандраж такой, знаешь, вот по телу идет. Но хорошо, что у нас есть такие сильные, что аж приятно-приятно. В том-то и дело, что я в основном-то молчу. Что, неужели настолько мощное молчание у меня? У тебя нет осознания, кто ты по отношению к персоне. Предъяви свой паспорт, я говорю. Я еще не нарисовал его, говорю, свой паспорт. Говорю, нет, нет никакого паспорта своего. Так это же ты на фото. Ты скажешь, как я могу быть на фото? Вызвал наряд, 20 человек приехало. Можно не подписываться? Нет, нельзя. Давай, под принуждением. А теперь я все осознал. Я управляющий этой персоной. Я решаю, что с ней будет, а что с ней не будет. Чтобы люди разождествились и поняли, кто они на самом деле. Алло, здравствуй, Антон. Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Я тут с таким вопросом к тебе. По поводу паспорта и формы П-1. Если заполнить, как получатель, живой мужчина с именем Владимир и расписаться так, как нужно, ну, например, CFB, это не помешает тому, что меня как живого мужчину могут переписать как к персоне, что следующие мои данные, если я там где-то на суде или еще где-то, меня раз по форме П-1, как получатель, живой мужчина с именем Владимир. Тут фотографии есть и персональные данные. Как ты считаешь, правильно это будет или нет? Смотря, как ты будешь разговаривать. Ну, да, что живым словом, это понятно, как действовать. Я говорю, что у них по бумажкам, как они, как ты считаешь, они не припишут, как бы, что вот живой мужчина, ну, знаешь, ты живой мужчина, знаешь, ты и филой и все остальное. Может, если как получатель я вот так вот напишу, что я живой мужчина получил в форме П-1. Ну, и что, ну, получил еще. Ну, так я, ну, как мы с женой, получается, подумали, что как раз-таки у них и получается, там кто персона, ну, там фамилия, имя, отчество, и кто получил живой там мужчина с именем там Владимир и подпись. И что уже тут получается разграничение, что у них данные-то там какие-то персоны, получается. А здесь чисто живой мужчина с маленькой буквы, там, Владимир, вот, и роспись, вот, я написал, короче, под принуждением. Ну, может, так и было под принуждением. Я сказал, говорю, можно не расписаться, потому что я это сделал уже. И также в паспорте расписался. Вот, и сейчас вот что-то, вот, какие-то небольшие такие сомнения, вот, я и подумал, думаю, с тобой проконсультироваться, так как ты мне как-то давал уже совет хороший. А в чем сомнения-то, я не пойму, вопрос в чем? Ну, что как бы живого мужчину, следующее, как вот, если, например, я где-то вот там напишу, живой мужчина там с именем Владимир, они там мне, там, вот, мы по форме П-1 определили, что это вы там, ну, я скажу, нет, я живой мужчина с именем Владимир. Ну, какая разница, вот, в форме П-1 написано, что, вот, получатель, да, тоже, живой мужчина с именем Владимир. Паспорт ты, паспорт ты же как, он получал, он получал, значит, и ты есть фиос. Им же еще, как бы, доказать надо, как вот, что они тоже не тупые-то бывает, попадаются. Подожди, есть... Что они птицы персону могут переписать к живому мужчине. Ну, что я не являюсь, там, фамилии у меня нету, там, вот, как, что это всего же на бумагах у них. Ясно. Остановись. Ты в магазин пришел, купил булку хлеба, и в чеке написано, что булку хлеба получил живой мужчина. Так ты что, булка хлеба, что ли? Нет. Ну. Я же тебе говорю, все зависит от того, как ты будешь разговаривать, как у тебя, как твое сознание не позволит им слепить и персону, и живому мужчину. Ну, понятно. Я, наверное, говорю, я там тебе как-то как скидывал на твой канал, ну, фотку, фото паспортов, форму П-1 вообще не дали сфотографировать. Они их чуть не порвали, блин. Лишь бы там в 18-м пункте ничего не написали. Мы же хотели написать, что без акцесса, без ущерба, без оборота. Там, на меня, мою персону. Ну, вот, и только выгода. Подписи там отзываем. Ну, чтобы как, вот так оформить эти формулы. Они вообще нет, запрет. Никак там, а вплоть до того, что у них там якобы это... Как оно правильно называется-то? Ну, что не общественное место, а там даже не сфотографировать ничего нельзя. Там только пришел, забрал, все, и ничего лишнего. Хотел расписаться синий-синий ручкой. Они, нет. А я, раз, по регламенту-то по-старому пришел, какой-то, 700, уже не помню. Вот, я говорю, да нет, а можно же синий-синий-черный. Вы можете предложить синий-черный-фиолетовый. А по-новому сейчас они еще исправление сделали. Нет, только черный расписывался в паспорте, и все. Она дает мне регламент, я читаю, блин. Ну, точно. Ну, ладно, отказываться не стал, говорю. Ну, как, спросил, говорю, можно не расписываться? Да нет. Я говорю, ну, я хочу получить паспорт. Нет. Ну, видео не дали ввести сразу, там, скандал такой, там, все прибежали. А то бы и паспорт не получили этот сраный. Вот. Ну, все, я говорю, ладно, видео не буду ввести, говорю, так. Ну, получается, что, ну, пришлось черной ручкой написать. Я говорю, ну, раз вы не даете мне паспорт добрать, говорю, я расписываться не хочу. Ну, и написал, получается, живой мужчина с именем Владимир под принуждением и в паспорте тоже под принуждением для подписи. Жена написала, правда, синей ручкой, но в паспорте уже черный расписался. Она без ущерба сделала. Ну, мы и так, и так, короче, два паспорта сделали. Хотя меня здесь писали с этим умыслом, чтобы именно в форме К1 написать, чтобы, как бы, сразу запороть. Потому что суды, вот, например, по маскам у меня были, я сразу пишу. И не ЦФБА раньше писал, а сейчас пишу сразу. Там, где под принуждением, где там подпись, я сразу там без отцепта, без ущерба, без оборота на меня, там, мою собственность там полностью вот как вот расписываю. Ну, как бы, и на суд, вот, в последний суд, как раз, перед тем, как получать паспорт, паспорта не было. У жены был суд, получается. Ну, и сразу там, как, ну, предупреждение. А у меня, я подхожу, говорю, а что мое дело? У нее есть, а у меня нет, одновременно, как бы. Ну, все, нет, никто не знает, ничего не знает. Ну, все, ну, и ушли. А тот аббат, на мне уже приходит, как бы, вас, вашу, ну, мою, типа, персону осудили. Я не понял, я оправдательный. А у меня уже там судов, наверное, четыре было за эти маски, вот, за этот год. Ну, и все они, как бы, в оправдаловке, и в закрытую делаются. Меня не оповещают ничего, хотя я там пишу в письменной форме только, никак не на руки. Я не забираю ни этот, как его, копию протокола. Они, оказывается, вот я был вот в это здании суда, я у них спрашивал, ну, на персону, там, такую-то, такую-то, будет суд. Мы ничего не знаем, не знаем. И в этот же день у них, оказывается, вот, вот это вот интересно. Странно. Ну, я и пытаюсь, говорю, действовать живым словом. Я говорю, как бы, чтобы они, вот эта система, как бы, ну, не навешала ярлык на, как, что живого мужчину, как бы, тоже к персоне приравнять. Вот, что я, как бы, у них вот бумага, чтобы... Это невозможно. Ты осознай это, что это невозможно. Живой мужчина где находится? Живой мужчина, вот, я живой мужчина, здесь нахожусь, да. Ну. А у них-то формальности-то как могут быть? А ты, живой мужчина, можешь бы находиться на бумаге? Нет. Бумага мертвая. На бумаге нарисована персона. Там фото есть. Ну, да. Физическое лицо. Передняя часть головы. А живой мужчина-то вот он в физическом теле, из крови и плоти. Говорю, ну, бывает-то, там, немножко тугие люди, как бы, они. Нет, все равно, физ лицо. Я говорю, ну, а почему не физ нога, там, не физ рука, говорю, а именно физ лицо? Я говорю, когда паспорта люди получают, я говорю, ты ставишь же, как эти, ну, первый паспорт, как телоскопию, говорю, там же физ рука, значит, ну, тогда и пишите физическая рука. Фамилию, имя, отчество ей дайте. Ну, ну, как, много вот как-то заблудшихся, которые себя ассоциируют, это с фамилией, имя, отчество. Я говорю, у меня есть имя, Владимир. Ко мне обращаться только там, имя, я говорю, ну, для вас я, Владимир. А так, кого вы видите, мужчину. Ну, вот я хотел, говорю, может, если это правильно сделано, то, говорю, я могу даже фотографию тебе отослать, говорю, ну, чтобы там, может, пригодятся. Ну, чтобы паспорта получили. Молодец, что это, сам соображаешь. Вот знаешь, с тобой тяжело разговаривать, Антон. Почему? В который раз уже, второй раз звоню, и вот у тебя такая сильная аура, что даже через телефон сейчас, меня аж потрясывают, вот не знаю, как, таким не страхом, а как-то, вот, знаешь, как что-то такое сильное, вот, знаешь, что-то даже все, как вот, там резонирует, то есть, как, вот, мандраж такой, знаешь, вот по телу идет, вот. Интересное ощущение. Каково вот этим черным мантем, когда я захожу и начинаю их отчитывать? Это я с тобой нормально, по-дружески разговариваю, а когда я наезжать начинаю, что с ними происходит? Ну, вот я, я тоже вот об этом, я говорю, у тебя какая-то сильная такая аура, что, как вот, ну, сильные, вот, сущность в тебе, что аж чувствуется, вот, говорю, как, такая, она приятная, ну, и волнение, не волнение, и вот, не знаю, что-то. Даже себя вот контролировать сейчас не могу, что-то, вот, и начинаешь сразу замечать, думаю, когда видео смотришь, почему люди с тобой тараторят, а это вот, наверное, из-за такого ощущения, вот у них вот такое волнение происходит, и они пытаются быстро-быстро-быстро, и чтобы как-то не ошибиться. Успеете хоть что-то сказать, пока я отчитывать не начал. Да-да-да, да-да, ну, хорошо, что у нас есть такие вот сильные, что аж приятно-приятно. Так сам-таки остановись, давай переволь меня. Ну, я к этому и стремлюсь, ну, у меня сейчас, да, я, мне бумаги вот эти, как говорится, я не по бумагам. Я еще раньше тебя понять не мог, ну, вот я так уже тебе скажу, сначала понять не мог, зачем ты вот это делаешь, помогаешь, там, ну, многим глупцам. А сейчас до меня дошло. Вот это все бумажно-волокитная суета, оказывается, ну, если я не прав, то поправь меня. Это вся, чтобы люди раз-то аждествились и поняли, кто они на самом деле. Что кто они, вот, и пошли по пути развития, как вот, как говорится, ум, тело, дух. Вот это развивать. А не финансы, желудок и, ну, и понял, да, вот сказать, и плоть там человеческую. Вот опять, я вроде с другими разговариваю так, у нас с тобой, как вот какой-то пятилеткой, что-то, даже половину слов у меня не получается сказать, сформулировать. А, ладно, работать будем. Ну, я молчу. Я думаю, чувствую-то, понимаешь, ну, все равно, мы же с тобой общаемся по телефону, а... В том-то и дело, что я в основном-то молчу. Что, неужели настолько мощное молчание у меня? Даже молчание, походу, мощное. А когда говоришь, оно успокаивает. Я тебе что хотел сказать? Что правильно делаешь? Я смотрю, ты сам соображаешь. И это, ну, единственное, что я это слышу, что ты не растождествился-то до конца. Может, ты внутренне растождествился, но ты другим не можешь поведать, в чем заключается растождествление. Ты вот сам, у тебя и твоей жены возник вопрос по поводу, что делать и как быть, если они начнут слеплять через эту бумагу, где одновременно присутствует и подпись живого мужчины, и якобы какая-то персона зафиксирована. То есть, они могут через эту бумагу доказать, что, типа, живой мужчина имеет отношение к этой персоне. Ты это хотел сказать? Да-да-да-да, именно так. Но это только у меня, у жены нет. Она прямо аж бошку, как говорится, там, я правильно все сделала и все. А я говорю, ну, у меня что-то вот какое-то вот волнение есть, что-то недопонятка, говорю, что-то я где-то не осознаю, говорю. Вот, что-то не понимаю, что-то где-то вокруг да около хожу, среди двух сосен заблудился. А все правильно, потому что у тебя нет осознания, кто ты по отношению к персоне? Ну, твоей же. Ну, как? Ну, смотри, ну, как мое осознание, как именно, что я считаю, я ее вообще не создавал. Я к ней вообще, по сути, я никакого отношения не имею. Сейчас, да, я соучредитель, то, что они создали, но первоначально это вот это, от свидетельства они вот это делают, вот получается. Свидетельство, да, это за меня сделали. Вообще родители там что-то их замутили, они там накосячили, сделали вот это свидетельство, там, ко мне приписали. Я еще у матери спрашиваю, говорю, ты меня как вообще назвала, говорю, там, Володей, там, Вовочка, там, или как, или Владимир, какое имя ты мне дала, вот, с самого детства, говорю. Я тебе дала Владимир. Вот, я до сих пор всех, говорю, поправляю. Когда там Володей там называют, я или игнорию, или говорю, я представляю тебе, говорю, Владимир, а ты слышишь Володи, я говорю, где разница? Чего ж ты меня там ни Федя, ни Петя меня называешь? Ну, вот как бы так. Ну, я-то не создавал эту бумагу, это не моя, я говорю, даже паспорт, когда они говорят, предъяви свой паспорт, я говорю, я еще не нарисовал его, говорю, свой паспорт, говорю, у меня нет никакого паспорта своего, я говорю, ну, я же не вещь какая-то, но я могу сделать, да, свой паспорт, там сказать, вот, там, персона на листочке, там, рожицу нарисую, говорю. Я говорю, это ваш паспорт, вы его делали, вы там все накалякали, говорю, ваши печательные машинки там все понаделались, системные. Я говорю, ко мне это как относится? Я просто его носитель, говорю. Больше никак, я, ну, как мог, сейчас точно тебе вот объясню, но я не могу быть, там просто фотография моя. Подожди. не твоя фотография, а это... А да, даже не моя фотография, вот именно что. А тогда не твоя, не ты ее делал. Вот, да, да, вот ты правильно, да, подметил. А если мне скажут, так это же ты на фото, ты скажешь, как я могу быть на фото, ты не можешь быть на фото, потому что ты трехмерный, искройте из крови и плоти, а бумага плоская. Ясно? Ну, да, я понимаю, только бывает, я не могу подобрать тех слов, которые, как вот, чтобы объяснять людям. И опять же, вот я вот немножко с темы собьюсь, вот я пытался, как ты вот изначально, ты всегда говорил, надо по-доброму к людям подходить, вот когда там, а я хочу так. Не, я хочу, оно, да, оно, правда, волшебное слово. Но почему-то в моем случае, когда я пытаюсь, ну, по-нормальному разговаривать, меня вообще в хрен собачий не ставит, вот как говорится. Ну, с таким уж языком, как они считают. Но стоит мне только голос, например, повышать, вот так уже, ну, такую какую-то внутреннюю агрессию контролированную, и почему-то совсем разговор в другое русло идет, вообще абсолютно. Вот у меня почему-то так. А это неконтролируемая агрессия, называется? Это называется благородная ерость. Оля? Ну, может быть, может быть, да, где-то. Да, может. Когда ты... По-доброму у меня не получается. Когда ты не разговариваешь с ними, как с друзьями, потому что они... Потому что они видят, что ты, этот, слишком мягкий и все такое. А когда ты начинаешь останавливать их, вот ты видишь, что они наглеют и беспределят, и чтобы они еще больше беспредела не натворили, ты включаешь, как бы, свою, 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 свою вот эту злую часть, чтобы остановить ихнюю злость. Не с целью это, разозлить их, а с целью остановить их беспредел, чтобы они еще больше зла не натворили. и вот тогда они понимают, а он-то намного мощнее меня, у него и знаний больше, и это, и, как говорит, злости побольше, чем у меня. Ну-ка, попробуй-ка с ним это, по-доброму, нормально поговорить. Знаешь, как будто ты мои ситуации сейчас видел. Многократно. Ну, говорю, ну, по-доброму, но никак не получается, вот серьезно не принимает, знаешь, аж обидно. Я хочу быть, как, ну, человечным с людьми, ну, как сейчас, вот, я таким хотя бы тоном вот разговариваю, ну, просто по-нормальному, а меня, вот, как говорится, ай, дурачок какой-то, там, что-то позомнил себе, там, какой-то живой, мы все живые, у нас у всех фамилии есть, у нас все, все мы рождены, мы все христиане, вот, одним словом, все. Ну, вот, такой народ. А объясните, ну, свою позицию хотя бы отстоять, почему я так именно, с такой тональностью вообще не получается. Ну, я вот тебе скажу, вот, на почте недавно, как-то недавно, ну, почти год назад, я пришел на почту, что-то мне надо было по доверенности пенсию получить, и там женщина что-то начала за маску говорить. Я говорю, не, благодарство я говорю это, я обойдусь бы это, я хочу без маски. Она, она, короче, вышла начальница, мне с ней начали разговаривать за маски, и вот, и вот эта простая рядовая служащая начала что-то на меня голос повышать, типа, а что ты тут, типа, выпендриваешься, одень маску? Я понял, что она, ну, совершенно незаслуженно, необоснованно, во-первых, на меня повышает голос, во-вторых, прыгает через голову, то есть, она, рядом стоит ее начальник разговаривает со мной, а она, перебивая своего начальника, начинает мне какое-то замечание на пустом месте делать, необоснованное и незаконное, то есть, решила показать свою, я не знаю, как это, злость или что у нее там накопилось, и мне пришлось вот обратку, я сам повысил голос и так жестко говорю, вы, говорю, сначала basic нацепите, чтобы можно было вас это идентифицировать, хоть как-то к вам обращаться, а потом, говорю, а потом, говорю, вмешивайтесь, если совесть позволит это в разговор с начальником и клиентом, и все, и она, и она замолчала, и потом я, это, я понял, что я перегнул палку, потому что я, ну, сильно ее подавил, я решил это, как-то что-то там как-то сгладить, короче, я опять в добрую сторону сничал, как-то ей что-то так сказала, что она подаврила все равно, и поняла, что у меня нет к ней агрессии, я просто ее вовремя остановил, да, ее необоснованное получение было. Ну да, недобрее становится еще интересно, и вот в эти моменты, как вот, да, они просто понимают, что нету смысла включать танк свой, потому что у тебя намного мощнее танка, и твой танк, он является танком справедливости, а не таким, как у них, то есть они на пустом месте наезжают, а ты по справедливости им отвечаешь, все, ну нет смысла на него наезжать, буду с ним по-доброму разговаривать. Ну так-то да, ну вот я говорю, вот последний вот за маски приехал там участковый, получается, мы же сами вызвали, и они вызвали тут же, и один участковый по двум делам, говорю, у меня к тебе доверия нет, у тебя есть, говорю, ну, все, я не могу даже сформулировать слова, вот эти вот правильные, вот что интересно с тобой, перебивается, вот как вот, заговорили, ну ладно, я говорю, ну, у тебя, говорю, ты по ихнему делу сейчас сначала работаешь, а потом хочешь по моему делу к ним же отнестись, говорю, и, говорю, у меня к тебе доверия нет, говорю, там, вызывай ответственного, там начал, ты не по форме, там, сразу полностью, по всем статьям, говорю, ты без фуражки, ты без жетона, там, и все остальное, ответственный пришел, уже ответственный его начал, короче, он говорит, ты давай, короче, делай это, заминай, да и все, тут нет, ну я говорю, ну раз нет, нет, я начал уже голос как повышать, а тот такой дерзкий, вызвал наряд, 20 человек приехало, это всего лишь в районе, в сельское поселение, 20 человек, полиции, мы с женой смеемся, говорят, что по нашу душу что ли, а мы себя адекватно ведем, вот как, до нас не пришли, они уже нас провоцируют, на свои телефоны, а я же тоже как, говорю, это служебный телефон, или, ну, понимаешь, да, сразу там, есть не из рамки закона, я тоже всегда говорю, это ваши законы, не мои законы, мной они не писаны, говорю, я их не воспринимаю, вот, ну и все, они крутились, вертелись, я слышу, так, давай их по 19, а нас же не могут, мы же вроде все подписать, да, конечно, говорю, как, где подписывать, я говорю, здесь, а можно не подписываться, нет, нельзя, давай, под принуждением, а здесь обязательно подписывать, да нет, можешь не подписывать, говорю, без акценты, без ущерба, без оборота, до меня и мою собственность, только выгода, все, после подписи сотрудника полиции, он принимает на себя всю ответственность, которую он возложил на меня, я там что-то не пишу, чтобы как вот, чтобы вообще вот это все дело у них, как вот, запутать, пламину, и страха вот нету, жене тоже вот урок, она боялась раньше вот этих полицаястей, сейчас вообще перестала, говорят, это люди, говорят, они заблудшие, ну вот как, поначалу ей же как страшно, вот это навязали же в обществу, что полиция это страшная вещь какая-то, что каратели там, сейчас это подавно, вот, а оказывается, это за вот этими погонами-то, там и сущность это слабенькая, и делать-то она ничего не может, она всего лишь работает по программе, а если начинаешь против программы идти, у них какие-то сбои, они заикаются, с телефонов списывают, там что-то заполнить ладом не могут, ни протокол, ничего, я говорю, ну это просто смешно, это комедии вот, вот такие вот дела вот, так что говорю, тебе, конечно, благодарствие, что ты этим делом занимаешься, и говорю, не каждый все поймет, для чего ты это делаешь, многие это воспринимают, как у меня вот один знакомый, говорит, вот там подъехал, полицейский останавливает машину, да я там живой мужчина, ты с кем разговариваешь, что-то, все, он говорит, ну вот из-за таких потом, блин, конечно, говорит, ну вот, которые осознают, что ты на самом деле, говорит, они потом нас считают какими-то шизофрениками, говорит, на таких посмотрите на видео, потом говорит, опять это из темы живых, короче, это чуть ли не сектанты какие-то, я говорю, да тут не тем, это как ты сам себя ощущаешь, ну вот, конечно, охота, чтобы больше просыпалось людей, в этом смысле. Ну, есть, да, есть такие, которые, ну, как тебе сказать, сразу включают, либо истерика, либо истеричку, и все, и понеслась. Да вы, да вы погоны, вы ни хрена не соображаете, и все остальное, и прямо в лицо им это все говорят. Ну, кто такое выдержит? Естественно, это называется раздраконить сразу же. Любой заведется. Так, нет, ну, вот этот человек, который, он говорит, я живой, но живой, так, ну, как человек, во-первых, не будет, даже пускай он заблудшит этот полицай, там, не знаю, кто, хоть судья-то, ну, какой не был там в карате, относиться к нему с первого раза сразу презренно, вот прямо, знаешь, вот это, с отвращением с каким-то. Ну, если у тебя есть внутреннее отвращение, откуда ты человек? Ты даже не людь тогда, по-моему, ты даже ниже вот этого, ты живешь на инстинктах, на каких-то, вот на своих раздражителях, у тебя голова просто не работает. Я думаю, когда тоже таких много видео смотришь, особенно вот в СССРах, вот это, вот таких вот тоже живых много, прямо аж думаешь, они вот только все портят, и все вот. И объяснить им никто до конца не может. Да и они и сами слушать не хотят, они что-то хотели, мне кажется, услышали, а дальше развиваться не хотят, у них финансово-желудочная зависимость была. Так, давай ближе к теме. У тебя вопросы есть по твоей ситуации? Ну, я, у которых был вопрос, я тебе озвучил, ты мне, ну, правильно, да, то дальше, нет, вопросов нету, я... Все ясно, или нужно объяснить? Ты что знаешь? Я спрашиваю, все ясно, или нужно пояснить? Нет, у меня все ясно, как, у меня волнение, вот это переживание отошло. Ну, вот как, пришел, я вот как-то в этих двух соснах выйдет сейчас. А ты не видел вот это видео, заблудился в двух соснах? Видел, видел двух соснах, да. Ну, я же там рассказываю, кто, кого, чьи интересы может представлять. И ты вот когда сказал, типа, они меня когда спросят, я скажу, что типа, я вообще к этой персоне не имею отношения. Неправильно. Ты имеешь отношение к этой персоне. Это они завладели незаконно твоим именем, который тебе дали родители, именем твоего отца и именем рода твоего отцовского, понимаешь, мужского рода, именем они завладели, день рождения переобразовали в дату рождения и используют вот эти все данные против твоей воли. Ты им согласия на обработку персональных данных не давал же, правильно? Правильно, конечно. Это данные твоей персоны. То есть, персона создана с тебя, с твоих данных, с человеческих. То есть, это такой бумажный отпечаток, типа, твоей жизни. И они это используют в обход твоей воли. Ты ему добро на это не давал. И, соответственно, ты говоришь, эта персона создана против моей воли. И так как это, ну, я это осознал, и это, раньше я этого всего не осознала, и не осознавал, и вы управляли за меня этой персоной. А теперь я это все осознал, и я управляющий этой персоной. Я решаю, что с ней будет, а что с ней не будет. А вы ее управляли незаконно, против моей воли. Все. Все свободны персону освободить. Нет, ну, видишь, со мной вообще никак я не могу, конечно, осознать вот это, что имя моего рода. Потому что взяли с какого-то вообще там колена, если там миллионы лет человечества живет в какой-то вот марке, я даже не понимаю, это один там, не знаю, может, Марс, там, я тоже следом наблюдал. Ну, тем более, фамилии. Мы с тобой как-то обсуждали вот это, что фамилия, это всего лишь прозвище. Ну, даже на украинском языке это звучит, там, на белорусском, это прозвище. Вот. Это всего лишь погоняло. Вот. Но у меня-то другое погоняло, вот если там по жизни мне, вот если там детство давали, у меня совсем оно иное. Вот. Оно даже никак, это не имя рода. Отца тогда они креплютают, они его знать не знают, во-первых. Подожди, подожди. Ты все правильно говоришь. Ну, это относится к частным случаям, твой, свой собственный. Ты это осознаешь, что у тебя там прозвище и все такое. А это, у большинства имя рода именно. То есть, это, кстати, я рассказывал уже в прямых эфирах, не помнишь ты, нет, фамилия Лермонтов и Суворов произошли от общих предков. То есть, у всех Суворовых был общий предок по имени Сувор. И от этого мужчины пошел весь род Суворовых. И то же самое у Лермонтова. Был мужчина по имени Лермонт и от его имени пошел весь род. Поэтому я и говорю имя рода. А род когда Лермонтова, то он же тоже существовал. Вот видишь, это всего берется отрезок какого-то короткого периода времени. Это не мой весь род. Это часть ответвления какого-то моего рода может быть. Как вот там фамилия ответвления моего рода. Вот так вот по отцовской линии. Это еще другое дело. Но опять же, фамилию я никак не могу узнать. никак со мной не хочет. Ты путаешь. Подожди. Есть два понятия. Имя рода, которое появилось недавно относительно 5-6 веков назад. Имя рода. И сам род мужской. Естественно, мужской род до бесконечности. Я тебе говорю про то, что они использовали имя рода, которое принадлежит как минимум 5-6 веков твоим родственникам. Твоей родне. Твоему роду. И мужскому, и частично женскому. Потому что там женщины входили в род. Ну да. Я тебе об этом говорю, что имя рода использовали незаконно. Ты им добро на это не давал. Вот теперь да. Вот видишь, вот это хотя бы то, что как теперь ясно. А имя рода это авторское право. То есть использовали, ну будьте добры, отчисляйте мне это авторские за использование. Идея в бумажке среди парики. Да я раньше тоже, я говорю, я же перебрался из-за этого и в деревню, чтобы на автономии жить и не ту жизнь, как говорится. Отлично получается. Я даже где-то хочу видео сделать. Вот многие не верили, что возможно. Возможно. чисто натуральных продуктов. Во-первых, без химии, ты уже знаешь, тебя никто кроме химтрейла не травит. Все отлично. Земля не засорена у тебя. Ну, нам нравится вот как. Да, где-то тяжеловато. Но с другой стороны, как люди в городе, вот я тоже поработал в городе, я говорю, работа там и труд у себя здесь, это две разные вещи. Абсолютно. Ну, я говорю, это во благо семьи, там, дальше может близких, как многие говорят, рода. Если хочешь, да, я могу тебе записать видео, вот как, ну, конечно, будет маленькими отрывками, потому что я в деревне, тут интернет плохой, буду, могу маленькими отрывками скидывать там, куда тебе, на WhatsApp, потому что плохо прогружается, и, как вот объясню, это так, это так, это столько уходит, это столько. Ну, что это заинтересует, я тебе покажу, как это механически делается, а так, можешь позвонить, я тебе объясню, сколько там сажаю, сколько уходит там продуктов там для курей, чтобы, вот курей чисто кормлю кукурузой, вот, больше ничем, один раз в день, вот, на яйца, ну, мясо мы сейчас хотим отказаться от мяса, как бы, это уже сам организм не хочет его употреблять, ну, держим еще пока, фазанов вот держу, павлинов держу, ну, это так вот, помимо этого всего, для души, и у меня, так, сейчас все в течение соврать, вот, я в том году 10 соток земли, с 10 соток земли кукурузы собрал, у меня до сих пор еще, я курей кормил, там вот, коз, и у меня до сих пор еще полваря, а с половиной только кукурузы я использовал с 10 соток, а у меня их 40 соток земли, вот, в этом году я подсолнечник насадил на масло, хотя масло мы здесь добываем из орехов, вот, ореховое масло, оно доробущее, а мы его здесь вот подсолнечник хаваем свое, вот, потому что оно и жирнее, и больше отдача вот это КПД выходит. Ну, сними, я посмотрю, мне интересно. Ладно, засниму, даже заинтриговал, может быть, первое начало так и будет, положено. Так, добро, слушай, а наш с тобой разговор, первая часть про вот эту, растождествление могу разместить для всех, я думаю, многим будет интересно. Ну, да, можешь, конечно, не вопрос, если это вам пригодится. Я тебе фотки еще вышлю, можешь эти фотографии эти прикрепить потом к нему. Ну, с фотографией паспорта. Добро, добро, все, спорту. Ага, ладно, все, добро. Ага, Давай. Все, все, благодарствуйте. 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 Субтитры создавал DimaTorzok